С нового 2017 года работодатели и индивидуальные предприниматели отправятся сдавать отчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в налоговую инспекцию. С этой информации начался в администрации города семинар для руководителей предприятий, кадровиков, бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей. Напомним, до этого времени за правильность начисления, полноту и своевременность уплаты страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование отвечал Пенсионный фонд. В январе отчеты по уплаченным страховым взносам за декабрь 2016-го нужно будет сдавать уже в налоговую. Еще одно нововведение будущего года коснется использования контрольно-кассовой техники. Так, с 1 февраля 2017 года прекратится регистрация контрольно-кассовых аппаратов, которые не отвечают новым требованиям. Разрешены только модели секунды, цепь онлайн-передачи данных в налоговую. В Центре технического обслуживания СТО исчезнут как классы, появятся новые ОФД. Это будут операторы фискальных данных. В новых контрольно-кассовых аппаратах появится еще один компонент – это фискальный накопитель. На нем будут храниться данные о пробитых чеках. К 1 июля предприятия индивидуальные предприниматели должны будут зарегистрировать новую технику или модернизировать старые контрольно-кассовые аппараты. Об изменениях в пенсионном законодательстве по индивидуальному персонифицированному учету, а также о новшествах в администрировании страховых взносов рассказали специалисты Управления Пенсионного фонда России в Губкинском. У нас теперь индивидуальный лицевой счет страховного лица изменен и дополнен значением еще ННН. Раздвлена отчетность, а отчетность по стажу будет представляться в Пенсионный фонд. С 1 июля 2017 года ежегодно до 1 марта страхователи будут представлять сведения о периодах работы, в том числе на соответствующих видах работ, по страхованным лицам. Также дополнительно получена обязанность в представлении документов, подтверждающих право страхованного лица на досрочное назначение пенсии по старости. Присутствующим еще раз напомнили о сроках сдачи отчетности в Пенсионный фонд, о штрафных санкциях, которые будут применяться в случае не сдачи отчетов или предоставления неверной и неполной информации. Рассказали работодателям и индивидуальным предпринимателям и об обязательном заключении соглашений об электронном информационном взаимодействии со страхователями по предоставлению документов, необходимых для назначения пенсии. Как отметили на семинаре, передача таких сведений осуществляется по защищенным каналам связи с использованием электронной подписи работодателя в соответствии с требованиями о защите персональных данных. Эта мера позволяет обеспечить органы Пенсионного фонда все необходимые информации для назначения пенсии собирающимся на заслуженный отдых сотрудникам и избавит их от необходимости самостоятельно собирать документы. Когда читаешь, как-то теории непонятные бывают, а когда уже пообщаешься с глазу на глаз, и все понятно и доступно. Еще один вопрос, который рассмотрели на семинаре, касался предоставления сведений о вакансиях, имеющихся на предприятиях и в организациях города на интерактивном портале службы занятости населения Ямала и на портале «Работа в России». Присутствующие сошлись во мнении, что подобные межведомственные семинары позволяют своевременно информировать работодателей и предпринимателей обо всех происходящих в законах изменениях. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Новости Губкинского.